Братья, мне было предложено сказать слово на догматическую тему. Сказали, выбери какую-нибудь догматическую тему и на эту тему приготовь проповедь. Ну и так как я недавно, не так давно соприкоснулся с людьми, утверждающимися на законе Моисеевом, как-то это побудило меня вникать в эту тему, ее исследовать, размышлять. И поэтому решил об этом сказать. Хотя смущает то, что для нашей молодежи как будто бы не очень актуальная тема. Но, братья, она все равно имеет такое и для нас практическое значение, чтобы определиться, как нам правильно относиться к закону, данному через Моисея. В каких-то моментах она будет помогать быть апологетической темой при соприкосновении с людьми, имеющими другие убеждения. И думаю, что вполне возможно она будет более актуальной с прошествием времени. На фоне того, что многие увлекаются еврейством, различной еврейской информацией, возможно, тяготение к исполнению каких-то предписаний закона может проявляться и возникать в нашей среде. Ну, так как тема догматическая, поэтому, братья, нужно будет нам много текстов Писания читать. Я вот попросил брата Эдуарда, дал ему свой конспект, чтобы он тексты Писания зачитывал, готовил заранее. И брата Евгения попросил, чтобы он мне конспект напоминал, потому что объем большой, но так как это не просто назидательная проповедь, а догматическая тема, надо более разносторонне на нее взглянуть. Поэтому вот нуждаюсь в помощи братьев. Ну и чтобы не терять времени больше, друзья, давайте приступим. Я ее назвал так, новозаветный взгляд на закон, данный через Моисея. Друзья, хочу обратить внимание вот на какой момент. Хотя мы пользуемся такой фразой, как закон Моисеев, и я буду в проповеди для краткости ею пользоваться, но все же надо понимать, что это закон не Моисеев. Это закон Божий. Он дан через Моисея. Дан людям через Моисея. Но это закон Божий. Вот из этого все-таки нам нужно будет исходить, и к этой мысли мы еще вернемся. Поэтому вот так я назвал свою тему, новозаветный взгляд на закон, данный через Моисея, подразумевая, что это закон Божий. Ну, первый раздел, на что мне хотелось бы обратить внимание, вот как я его определил, что закон Моисея имеет действие, ограниченное по времени. Закон Моисея, он в своем действии ограничен по времени. И основание этому мы находим в Новом Завете, в Священном Писании. Вообще больше текстов Писания мы будем читать из посланий римлянам, галатам и евреям. Потому что в Новом Завете отношение к Ветхому Завету как раз внимание уделено именно в этих трех посланиях. Послание галатам, оно вообще посвящено этой теме, оно направлено против того учения или тех людей даже, которые учили, что нужно обрезываться, нужно исполнять закон Моисея. И апостол Павел пишет это послание для того, чтобы разъяснить эту мысль. Ну, первая, братья, первая мысль, которой хотелось бы подтвердить вот это изречение, что Ветхий Завет, точнее говоря, не Ветхий Завет, а закон, данный через Моисея, он имеет ограничение по времени. Давайте прочитаем первый текст Писания, Эдуард может даже его озвучить и прочесть. Первый текст Писания, и мы с вами сделаем вывод. Галатам 3 глава, 19 стих. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. До времени пришествия семени, братья, понятно, кто такой семя? Иисус Христос в Ветхом Завете, начиная с книги Бытие, говорилось о Христе, как о семени. Семя жены будет поражать или поразит змея в голову. И вот здесь сказано, что закон преподан рукою посредника до времени пришествия семени. То есть, закон Моисея ограничен приходом Иисуса Христа. Ясная, понятная мысль, недвусмысленно, прямо сказано. То есть, границей, границей закона Моисеева, его действия, это приход семени, исполнение вот этого обетования в Иисусе Христе. Следующий текст Писания тоже говорит о границе, о границе, и тоже он из послания Галатам. Эдуард, можно следующий текст прочесть? Галатам 3 глава, 23 текст. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере». То есть, закон, его стража, его функции были до пришествия веры. Но здесь немножко, может быть, надо было бы шире рассматривать контекст для того, чтобы понять, что такое вера, больше, чтобы это было основательно. Но я думаю, мы понимаем, о чем речь. Хотя человек оправдывался верою во все времена, и в Ветхом Завете оправдывались люди верою, и в Новом Завете. Но сам закон был дан, и одна из его целей была, чтобы предложить людям возможность оправдаться делами. И понятно нам сейчас, понятно с вами, что это невозможно. И поэтому и во время действия закона люди все равно оправдывались верой, потому что делами невозможно было оправдаться. Но был такой период, Бог предложил возможность людям попробуйте, попробуйте оправдаться делами. Но вот наступил новый период, когда Бог говорит, все, не стоит уже пробовать, вам должно быть понятно, что это невозможно. Спастись делами, оправдаться делами человеку невозможно. И наступил период, который мы называем оправдание по вере. То есть, период Нового Завета, по-другому мы его называем период благодати. И вот этот текст Писания нам говорит, что действие закона, оно продляется, продолжается до того, как наступил период оправдания верой, период благодати. Закон ограничен приходом новой формы оправдания. Ну или не совсем новой формы оправдания, а просто Бог сказал, что хватит другими способами пытаться, все равно не получится. Вот единственный путь оправдания, это по вере. До вот этого момента распространялось действие закона. Следующая, друзья, мысль. Что закон, одна из его функций была, это подвести человека ко Христу. И поэтому, вот Галатам 3 глава тоже, два текста Писания надо будет нам одновременно прочитать, два стиха подряд. Для того, чтобы увидеть, что действие закона, оно было временным. Еще раз подтверждаем эту мысль. Пожалуйста, Эдуард. 24 и 25 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Закон являлся детоводителем ко Христу, то есть он должен был убедить человека, что других вариантов спасения нет. Сам человек не способен к этому осознанию, должен был подвести закон. Но когда это осознание пришло, или не совсем у людей оно пришло, Бог положил такой предел времени, пришел Христос, и отныне мы не под руководством детоводителя. То есть действие закона, снова мы приходим к этой мысли, только немножко в другой форме, в других словах, ограничено приходом Иисуса Христа. Потому что Он исполнил свое назначение. Его назначение быть детоводителем ко Христу. Христос пришел, детоводитель свою функцию завершил. То есть, еще один текст Писания, который подтверждает, что закон ограничен в своем действии по времени. Еще один текст, еще одна мысль, которая говорит о том, что закон, он ограничен в своем действии, в действии по времени записан в послании евреям. Эдуард, прочитай. Евреям 7 глава, 12 стих. Потому что с переменную священства необходимо быть перемене и закона. Но чуть пошире надо пояснить эту мысль. В послании евреям раскрывается мысль о том, что Христос является священником. Но священником не по чину Аарона, не из потомков Левия и еще более уже из потомков Аарона. И Иисус Христос, мы понимаем и знаем так, что Он потомок по человеческой линии из колена Иудина. И священство, послание евреям нам говорит об этом, Он принял священство мелхиседека. То есть, царь и священник в одном лице. И вот здесь такой текст Писания, который говорит, что если появляется новый священник, новое даже не просто новый священник, а новое священство по новому чину, то должна произойти и перемена закона. И так как это совершилось, так как мы имеем другого первосвященника, первосвященника по другому чину, то и потребовалась перемена закона. То, что Христос является священником по чину мелхиседека, это нам также говорит о том, что закон Моисея, священство левицкое, Ааронова священства, оно прекратило свое существование. Братья, я, знаете, на что хотел бы еще обратить внимание, это надо было вначале сделать немножко, я поспешил перейти сразу к изложению. Вот какой задать вопрос. Мы, как правило, пользуемся законом, ну как, мы его на свое усмотрение разделяем, да? Вот этим мы пользуемся, вот этим не пользуемся. Говорим, это церемониальный закон, это нравственный закон, это заповеди, и что-то мы разделяем, друзья. Но сегодня хотелось мне как раз порассуждать о принципах, как же в этом разобраться. И вот есть такой у меня вопрос к вам, братья, 10 заповедей соблюдать надо или нет? Ну вы уже поняли мою мысль, что закон прекратил свое существование, да? Не существование, а свое действие. Но а 10 заповедей прекратили свое действие или нет? Ну, услышал два голоса и как раз два противоположных мнения. Нет и да. Братья, текст, который хочу предложить, говорит о том, что и 10 заповедей, в том числе, в целом, в законе, также прекратили свое действие. Хотя нам трудно, может быть, с этим согласиться, трудно это вместить. И в конце, друзья, мы, я постараюсь не упустить момент, сделать некоторое пояснение, чтобы у нас не осталось недоумения. Но мне сейчас хотелось заложить изначальный, первый, базовый принцип, что закон, он весь целиком, со всеми и церемониальными, и нравственными, и, в том числе, и 10 заповедей, он завершил свое действие. Давайте прочитаем следующий текст Писания. Послание Ефесянам. Ефесянам, 2 глава, 15 текст. «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». «Закон заповедей Христос упразднил». То есть, не только закон, но именно акцент здесь сделан и закон заповедей. То есть, не стоит нам делить, говорить, заповеди мы соблюдаем, а другое не соблюдаем. Друзья, потому что мы и заповеди не соблюдаем. Во-первых, мы сразу натолкнемся на проблему с заповедью о субботе, а потом даже заповеди в той форме, как они были даны в Моисеевом законе, мы их сейчас, в новозаветний период, так не исполняем. Поэтому заповеди, так же, как являясь частью, 10 заповедей являясь частью всего закона в целом, они так же завершили свое действие с приходом веры, с приходом Иисуса Христа. Ну и вот здесь вот еще такая деталь с приходом учения. Ну, мы его называем Новый Завет. Здесь названо учение Христова, да? Что Христос упразднил закон заповедей. Чем он его упразднил? Учением. То есть, мы сейчас с вами живем по новым правилам. Ну и, братья, мы сейчас смотрели в основном все на то, что закон имеет границы в своем действии в завершении. Но я хочу еще один штришочек добавить, что он и был и дан, не от сотворения мира, а был дан на определенный период. И люди жили до вот этого закона довольно большой период времени, ну, около двух тысяч лет. Пожалуйста, текст Писания. Римлянам 10 глава, 4 стих. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего мира. Нет, Эдуард, пожалуйста, следующий текст Писания. Галатам 3,17, да, Дима? Я говорю то, что завета о Христе. Да, 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 вот этот текст. Галатам 3,17. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Но я из этого текста просто мысль хотел взять, что закон появился позже обетования, которое было дано Аврааму, и позже тех обетований, которые было дано еще в Едемском саду о приходе Семени. То есть он и существовал не изначально, и не до бесконечности его действия. Ну и вот Эдуард уже прочитал текст Писания из Послания Коринфянам. Напомни, какой там текст. 1 Коринфянам 10 глава, да? Римлянам 10 глава, 4 стих. Конец закона Христос, праведности всякого верующего. То есть закон, он ограничен по своему действию и изначально, и он завершил свое действие с приходом Иисуса Христа. Следующий раздел, братья, который мне хотелось бы осветить, это наше положение по отношению к закону Моисееву, наше положение, какое у нас положение сейчас открывает нам Новый Завет. То мы рассматривали его действия, ограниченное по времени, теперь наше положение, как Священное Писание, Новый Завет нам говорит о том, какое мы с вами занимаем положение по отношению к закону Моисееву. Пожалуйста, Эдуард. Римлянам 6 глава, 14 стих. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Ну вот такая общая формулировка, мы не под законом. Текст Писания вот этот говорит нам, что мы не под законом. Но у нас есть другое покровительство, другое влияние на нас оказывается, мы под благодатью. Вот можно мысль такую записать, мы не под законом, вот наше положение. Чуть раньше, во второй главе, насколько я помню, послание о римлянам, написаны такие слова, закон, что говорит, говорит состоящим под законом. Я размышлял, друзья, над этой формулировкой, смотрел по Ветхому Завету, изначально у меня была мысль такая, что закон распространяется только на обрезанных. Потом смотрю, нет, не только на обрезанных, написано и пришлец ваш, и туземец должен исполнять определенные постановления, относятся и к пришельцам, и туземцам. Как же тогда понять, на кого распространяется, на кого действует закон? И, братья, я не утверждаю, что вот в этом я до конца разобрался. Но, насколько я понимаю, состоящий под законом, кто, на кого он непосредственно распространяется, это, первое, человек обрезанный и принадлежащий народу израильскому. Изначально так было. И, второе, проживающий на территории государства Израиля. Но это Ветхий Завет. То есть, вот даже тогда в Ветхом Завете закон действовал и распространялся на тех, кто проживал на той территории и кто принадлежал напрямую к народу израильскому. Вот на них он напрямую распространялся. А мы с вами, ну и не живем, и не принадлежим, и к тому же мы с вами в целом не под законом, а под благодатью. Следующая мысль, братья, следующий текст Писания. Галатам 3 глава 25 стих. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Мы уже этот текст читали, что мы не под руководством детоводителя. Закон называется детоводителем ко Христу. Мы с вами не под руководством детоводителя. Можно следующий текст двигаться дальше. Римлянам 7 глава 6 стих. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Ну вот здесь вот две мысли можно, что мы умерли для закона и мы освободились. Вообще вот это словосочетание умерли для закона, оно еще в других текстах Писания встречается. Умерли для закона телом Христовым. Я, Павел говорит, законом умер для закона, то есть сам закон приговорил меня к смерти и через Христа это осуществилось. То есть он на нас не распространяется. Мы для него как будто бы мертвы. Закон же действует над живыми, а по отношению к закону Моисееву мы сейчас люди Нового Завета и притом люди возрожденные, мы для него не существуем. Мы для него умерли. Мы от него освобождены. Умерли и освобождены. Можно следующий текст. Ну вот текст Галатам 2.19. Эту мысль ты сейчас сказал. Уже следующий можно будет, да? Ну так все равно текст. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Следующий текст Римлянам 7.4. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ну здесь вот из этого текста, братья, я бы хотел вот какую дополнительную мысль, что для закона там и мертвы, но мы принадлежим Христу. По отношению к закону мы ему не принадлежим. Мы принадлежим Христу. Принадлежим другому владыке, другому управителю нашей жизни. Понятны эти мысли, братья? Не, ну давайте, давай еще вот этот текст. Четвертая глава, Галатам 5 стих еще. Галатам 4.5. Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Еще два здесь момента положения наши по отношению к закону. Мы искуплены, то есть мы ему ничем не должны. Мы не в долгу, не в обязанности перед ним. Мы искуплены. Вот. Это одна мысль. И вторая мысль. Мы дети Божьи. Мы усыновлены Христом. Мы не дети закона. Мы дети благодати. Мы дети Христовы. Вот, ну так обзорно, наше положение по отношению к закону Моисееву. Мы свободны, мы не под законом. Мы умерли для закона. Мы искуплены от закона. Мы усыновлены и принадлежим Христу. Вот так вот обобщенно наше положение по отношению к закону. Братья, следующий раздел. Причина, почему упразднен закон. Закон упразднен потому, что мы сейчас посмотрим некоторые аспекты. Их можно было больше взять. Ну и наверное в каждом разделе можно было бы больше еще взять текстов писания в основании. Но хотя бы это бы нам охватить, братья. Почему закон был упразднен? Почему он прекратил свое действие? Тоже несколько мыслей, несколько текстов писания. Пожалуйста, Эдуард. Галатам, 3 глава, 21 стих. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Братья, ну давайте, чтобы немножко я слышал ваш отклик. Пожалуйста, сделайте вывод из этого текста. Почему закон был отменен? Не может животворить. Не может животворить. То есть закон говорит о том, что нужно делать. А как это сделать? Вот в этом всегда проблема. И вообще, наверное, когда и мы какие-то правила, законы вырабатываем, ну часто сталкиваемся с такой проблемой. Да мы понимаем, как надо-то. Вот. Мы знаем, что надо делать. А вот как вот это осуществить? Где на это взять силу? Я еще раз, друзья, в этом убедился, когда слушал Ашера Кушнира. Вот эти записи же у нас в ходу, слушают их. Я его слушал и думаю, ну все так вроде красиво, складно говорит. Да все так понимают, что так надо делать. Где силы на это взять? Где на это взять силы? Все поставлено на свою волю. Вот в его лекциях все, все своим разумом, своей волей надо достичь. А человек сталкивается с проблемой, что не может своей волей достичь. Вот причина, почему закон. Он говорит правильно, но силы на то, чтобы так жить не дает. Следующий текст Писание. Евреям 7 глава, 19 стих. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Закон не довел до совершенства. Просто и ясно. Да, закон предназначался сдерживать растление, сдерживать разложение в народе израильском. Но все-таки до совершенства закон довести не смог и не мог. Поэтому пришлось Богу сделать перемену. Следующий текст Писания. То есть закон не доволен до совершенства. 4 глава, 15 стих. Римлянам 4, 15. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Ну вот эта мысль довольно широко в послании римлянам освящена, хотя может быть мы на нее не обращаем внимания, что закон, он обнаруживая грех и предписывая правила, он тем больше, как будто бы больше, больше греха открывает. Ну, братья, знаете, как понятнее пояснить, что значит? Например, если, я вот в детстве так вот мыслил, если я не спросил все у мамы и ушел, что-то сделал, вот, то я вроде бы и не виноват, да? Она же мне не запрещала. А если я спросил, она сказала нет, а я пошел все-таки и так сделал, значит я больше сделал преступление, понимаете, да? Вот по такой принцип закона получается. Пока закон конкретно Богом не был озвучен, но люди могли сказать, да как, ну это же не запрещено, а где это написано, а где об этом сказано? А когда закон прозвучал, все, запрет, все, ты виновен. И закон производит гнев. Закон производит осуждение. Заповедь, Павел говорит, данная мне для жизни, послужила мне к смерти. Вот почему. Закон производит гнев, поэтому пришлось что-то изменять. Следующий текст Писания. Галатам 3 глава, 10 стих. Галатам 3, 10. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвую, ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Но это дополнение той мысли, что он гнев вызывает, подводит под гнев и в итоге подводит под проклятие, под осуждение. Ну и, друзья, следующий пунктик, следующая мысль, именно больше к Новому Завету как раз таки относится, что делает закон с человеком, если человек, живущий в новозаветний период, начинает обращаться к закону. Если все то остальное, оно относилось к Ветхому Завету, то вот сейчас давайте взглянем на текст Писания, который говорит о том, что происходит с людьми, которые в новозаветний период хотят основываться на законе. Галатам 5 глава, 4 стих. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Ну вот такое очень категоричное высказание, очень жесткое, твердое. Вы, желающие оправдывать, остались без Христа, отпали от благодати. То есть, закон, если мы на него опираемся, если мы к нему начинаем обращаться именно, ну так, в полноте, исполнять закон, то мы тем самым пренебрегаем Христом, Его жертвой, Его заслугами. И Павел говорит, вы остаетесь без Христа, вы отпадаете от благодати. Если вы хотите оправдываться делами, оправдываться законом, вот заниматься исполнением закона. Вот к чему приводит закон. Братья, теперь мне что хотелось бы, на что хотелось бы обратить внимание. Как будто я вот так сильно плохо все говорю о законе, как будто он такой плохой и несовершенный, чтобы не осталось вот такого понимания у нас, братьям, мне хотелось все-таки уделить внимание тому, что закон-то он совершенный, закон он святой, он праведный. Давайте об этом прочитаем несколько текстов Писания. Можно сразу там, Эдуард, вот из шестой главы, римлянам. Римлянам, седьмая глава, двенадцатый стих и четырнадцатый стих. Посему закон свят и заповедь святая и праведная, и добра. Четырнадцатый. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Братья, каков закон? Закон духовен. Еще, друзья, закон свят, закон праведен, закон добр. А почему же мы столько плохого про закон говорили? В чем причина? Кто виноват? Давайте посмотрим, кто виноват. Послание римлянам, восьмая глава, третий стих. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Закон-то праведный, закон святой, закон добрый, но он ослабляется плотью, нашей неспособностью его исполнить. И поэтому, друзья, закон оказывается бессильным. Он не доводит человека до совершенства, он не животворит, потому что мы греховны, потому что он ослабляется плотью. Поэтому, чтобы у нас не было представления, что Бог дал в Ветхом Завете что-то несовершенное, что-то Бог не доделал, что-то Бог не усмотрел. Закон-то по сути своей, он правильный, но сам принцип жизни по закону человеку недостижим, потому что мы живем во плоти, и закон оказывается бессильным, потому что плоть наша не дает ему силы действовать. Чтобы вот у нас не осталось такого негативного отношения о законе Божьем, который был дан в Ветхом Завете через Моисея. Следующее, братья, на что мне еще хотелось обратить внимание. Ну, может быть, кто-то запереживал, что теперь, если мы совсем отменим закон и все, мы теперь не 10 заповедей не соблюдаем, ничего оттуда нам соблюдать не надо. К чему же мы тогда придем? К беззаконию? К полной свободе? К вседозволенности? Братья, не у вас одних такое переживание, у кого оно возникло. Когда апостол Павел писал послание Галатам, у него тоже было такое переживание. Когда он разъяснил, мы не под законом, не под руководством детоводителя, все-все-все-все. Закон прекратил свое действие, но вот в пятой главе он начинает переживать и говорить, к свободе вы призваны, братья, но только бы свобода ваша не послужила к угождению плоти. Друзья, мы свободны от закона Моисеева, но существуют другие законы. Первый, на который закон мне хотелось бы обратить внимание, это закон совести, можно так его назвать, общечеловеческие морально-нравственные понятия о жизни. Пожалуйста, Римлянам 2 глава. Римлянам 2 глава, 14-15 стихи. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие, одна другую. Братья, это о язычниках, не тех, которые уверовали во Христа, это речь идет вообще о людях, не знающих ни Христа, ни Бога, ни закона Моисеева. О людях древних, ветхого завета времени, язычниках, которые не знали закона. Но, Павел говорит, они законное делают. Зачастую они законное делают. Они понимают, они знают, что делать, как делать, как жить. Например, люди этого мира порой нам говорят, а тебе это делать нельзя, да? Они знают, как правильно. Откуда они знают? Есть вот этот внутренний морально-нравственный кодекс в человеке, этот закон, который действует во всех людях и во все времена. Не всегда люди его прислушиваются, естественно, и не всегда его даже и правильно понимают, но все-таки этот внутренний кодекс в человеке Бог заложил этот закон. И он очень зачастую созвучен законом Ветхого Завета, законом Моисеевым, хотя закон Моисеев более еще высокую планку поднимает. Еще, братья, на что я хочу обратить внимание, когда Павел запереживал, как я говорил, в послании к Галатам, чтобы они пришли к вседозволенности, то вот 6 глава, 2 стих послания к Галатам говорит нам о том, что мы имеем другой закон. Галатам 6, 2. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. То есть, если мы освободились от закона Моисеева, но мы оказались под действием закона Христова. Если вы из Казахстана переехали в Россию, вы освободились от действия закона Казахска, но над вами действует закон Российской Федерации. То же самое, если мы в Казахстан россияне приехали или в другую страну, друзья. Это не значит, что мы можем делать все, что хотим. И вообще на земле нет такого места, где можно делать все, что хочешь. Везде есть какие-то законы, правила, территория принадлежит какому-то государству и государство туда распространяет свою власть. И поэтому, если мы с вами говорим, что мы не принадлежим закону, но мы усыновлены Христом и принадлежим Христу, говорили об этом раньше, то это значит, что мы просто вошли в Царство Христа и мы должны повиноваться Его законам. Эти законы нам открыты в Новом Завете и еще два текста из послания евреям. Пожалуйста. Евреям 8 глава, 10 текст. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом, а они будут моим народом. Евреям 10 глава, 16 стих. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. Я бы этот закон назвал закон водительства Духом Святым. То есть Новый Завет, он имеет ну такое, такую особенность, преимущество, что мы имеем Духа Святого в нашем сердце, в нас самих, который нас руководит. Но к сожалению, братья, именно в последнее время сильно замечается, что люди плохо стали понимать голос Духа Святого и плохо руководствуются вот этим законом, который Бог вложил нас посредством Духа Святого. Но мы с вами имеем такой закон. То есть, братья, говоря, что мы свободны от исполнения Ветхого Завета, от закона Моисеева, это не говорит, что мы теперь можем делать все, что угодно. Мы просто оказались под действием других законов. Ну, во-первых, все люди под действием общечеловеческого закона, который Бог вложил изначально сердца людей. Мы под законы Христу нам дан Новый Завет и мы имеем Духа Святого, который нас учит. Только бы надо прислушиваться и понимать, что Он говорит. Друзья, и еще как бы в дополнение этой мысли, чтобы никто не переживал, апостол Павел в послании Галатам убеждал и говорил, что если вы не будете руководствоваться законом Моисеевым, разве вы не будете его исполнять? Вот смотрите, какой интересный стих, 4 глава, 21 стих. Да, Эдуард? Да, да. Галатам 4, 21. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? То есть, если человек находится под водительством Духа Святого, исполняет Новый Завет, он исполняет и Ветхий Завет. Ну, то есть, братья, вот посмотрите, если водители из Казахстана приехал в Россию, подъезжает к светофору, что он делает? Зеленый свет едет, красный останавливается. По какому закону он это делает? Ну, по идее, по российскому, коли он на российской территории, но этот закон совпадает и с законом Казахстана и других стран. И то же самое, друзья, и с Новым Заветом. Исполняя Новый Завет, заповеди Христовы, мы будем исполнять и Ветхий Завет. И в том числе, вот, например, ну, касательно там, десяти заповедей, я как-то делал анализ такой. Девять из них повторены в Новом Завете. Вот как раз заповедь о субботе, она в Новом Завете не повторена. Поэтому нам не стоит на десять опираться, но мы девять из них найдем в Новом Завете. И их исполняем, мы автоматически исполним и часть закона Моисеева. Понятна мысль, да? Ну, и в целом, Новозаветний взгляд вот какой, что весь закон в чем заключается? В одном слове, люби ближнего, как самого себя. Пожалуйста, Эдуард, текст. Галатам, пятая глава, четырнадцатый стих. Ибо весь закон в одном слове заключается, люби ближнего твоего, как самого себя. И римлянам, тринадцатая глава, десятый стих. Любовь не делает ближнему зла, и так, любовь есть исполнение закона. То есть, жизнь по любви это исполнение закона. То есть, мы не останемся в беззаконном состоянии, неуправляемыми. Есть, отказываясь, или точнее говоря, ну, закон Моисеев, прекратив свое действие, он передал эту эстафету закону Христову, учению Христову. И даже закон Христов, он выше закона Ветхого Завета. Потому что Ветхозаветний закон больше имел работу с внешними проявлениями. А Христос, когда говорит в Новом Завете, в Нагорной проповеди, Он говорит, вы слышали, что сказано древним? Древним-то сказано, не делай, а я говорю вам, и не думай. Можно так, ну, обобщить то, что говорит Христос. То есть, закон Нового Завета, учения Христа, заповеди Христа, они даже еще выше по своей сути, чем Ветхий Завет. Ну, и последнее, братья, последний раздел у меня, как бы обобщить, какими же принципами нам нужно руководствоваться при соприкосновении с Ветхим Заветом. Чтобы ни у кого не возникло, что теперь четыре книги Библии, начиная с исхода повторозакония, нужно вырезать и убрать, они нам совсем не нужны, отложить их или просто пропускать, друзья. Они нужны. Ими можно пользоваться. Ну, вот, некоторыми принципами. Послание Титу. Титу, третья глава, девятый текст. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и раз при законе, удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. То есть, если у нас есть какие-то разномыслия по вот этим вопросам закона, спорить об этом, доказывать, рассуждать, кто прав, кто правильнее понимает, почему нельзя варить козленка в молоке матери, вот, спорить об этом не надо. От этого нужно удаляться. Вот один из принципов. Следующий принцип, что ветхие, в общем-то, мы можем видеть прообразы и понимать принципы, открытые в законе, не форму соблюдать, исполнять, а видеть принципы. Послание евреям, да? Евреям, десятая глава, первый стих. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Ну, вот первая часть, что закон, имея тень будущих благ. Закон являлся, являет прообраз, указывая на Христа, мы можем видеть там образ Христа, мы можем видеть там принципы освящения, принципы разделения, и эти принципы, видя Ветхий Завет через Новый, мы можем использовать в своих проповедях. Но, друзья, вот еще один момент, который я бы дополнил, чтобы мы свои основания, учения нашего или утверждений наших строили не на Ветхом Завете, а на Новом Завете. А Ветхий Завет, я так это сформулировал, мы можем использовать как вторичный довод или вторичный аргумент. Вот два текста Писания, как это делал апостол Павел. Первое Коринфянам 14, 34. Жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. То есть апостол Павел говорит о порядке, о устройстве и потом еще дополнение говорит, как и закон говорит. То есть так и было. Не то, что совсем что-то невероятное, так и было. Можно как вторичным аргументом пользоваться. И еще один текст. Первое Коринфянам 9, 8. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ну вот он говорит, рассуждает, убеждает, а потом говорит, только ли я, это мои убеждения такие можно сказать, не то же ли говорит и закон? То есть и в Новом Завете мы много найдем таких отсылов к Ветхому Завету. Апостол Павел ссылается на закон Моисея, хотя сам же и призывает о том, что говорит, точнее говоря, не призывает, а раскрывает то, что закон прекратил свое действие, то, что мы не под законом, и в то же время сам же ссылается на закон. Но он использует это как вторичный аргумент. Он не на законе строит свои основания, а он говорит о новозаветных принципах, а потом ссылается на закон. Ну, примерно, какая схема, братья, чтобы еще было понятнее. Например, мы говорим по внешнему виду, нужно одеваться прилично святым. А взглянуть, а как это прилично? А вот в Ветхом Завете был такой принцип, там на мужчине женское платье не должно быть, на женщине мужское платье, чтобы не видна была нагота, когда приближаешься к жертвеннику. Вот оно прилично святым. Священники, это же святые люди Ветхого Завета должны были быть. Вот он принцип, как прилично святым. То есть, имея основание в Новом Завете, мы как вторичным разъяснительным принципом пользуемся Ветхим Заветом. Ну вот, братья, что мне хотелось сказать, обобщу еще разочек, что закон Божий, святой, данный через Моисея, правильный, справедливый, добрый, но не способный переменить человека, ослабленный нашей плоти. Он прекратил свое существование с приходом Иисуса Христа, с приходом веры. Теперь, если кто-то мне скажет, ты должен исполнить вот то, что там говорил Моисей, я могу сказать, не должен я от этого свободен. Но мы с вами оказались под действием закона Христова, под водительством Духа Святого. Свобода от закона Моисеева не дает нам права делать все, что мы хотим. И пользоваться законом мы можем, имея основание в Новом Завете и через Новый Завет, смотря на закон, в нем тоже находить подтверждение Божьих принципов жизни и в нашем современном мире. Ну и также мы можем видеть и принципы святости Божьей в Ветхом Завете. Вот такой подход будет, ну, будет, наверное, правильным, верным, чтобы нам не уклониться и в законничество, не вернуться назад туда, откуда Бог уже народ людей вывел, освободил. Ну и чтобы и совсем не потерять, не потерять каких-то ориентиров, не уйти в вседозволенность и все можно. Ну вот такие были у меня рассуждения. У меня, в общем-то, все. Если будут потом вопросы, можно будет или в личном порядке задать, если что-то непонятно было, или, может быть, записку написать, если братья усмотрят, что нужно что-то будет пояснить. Помолимся, братья.